Смотрите сегодня в подработке. Самая необычная профессия, каково это быть женой футболиста и отправиться вслед за ним на другой континент. Моя основная работа это помогать мужу в домашних делах. Приднестровский рынок и африканский. Ищем отличия, пробуем и не тратим ни копейки. А еще собираем виноград в Терновке, печем пирожки с картошкой и поем застольные песни. Все это уже через секунду. Привет, друзья! Это мой новый проект. Называется «Подработка». В каждом выпуске я буду рассказывать об интересном человеке и пробовать освоить его профессию. Решила начать с чего-то супер необычного. Жена декабриста, точнее футболиста. Как вам профессия? Привет, меня зовут Эбби. Я из Сенегала. Я приехала сюда, чтобы быть со своим мужем. Он играет в профессиональном клубе «Шериф Террасполь». Эбби, расскажи нам, как проходит утро жены футболиста. Это зависит от того, когда просыпается мой муж. Обычно он встает очень рано. Я готовлю ему кофе, завтрак. Моя основная работа – это помогать мужу в домашних делах. Эбби, ты говоришь, что ты готовишь завтраки своему любимому. Расскажи, что он больше всего любит. Если утренняя тренировка, он просто пьет кофе. Перед тренировкой нельзя забивать желудок, а так это различные яичницы. В Приднестровье очень часто на завтрак люди едят брынзу, творог. Ты ела когда-то овечьи брынзу? Я только недавно приехала, дней 10 назад еще не было возможности попробовать местные продукты. Я сегодня предлагаю провести экскурсию по нашим интересным местам. И начнем мы с зеленого рынка. Эбби попробует овечьи брынзу. Эбби, пока мы едем на рынок, расскажи, ты говоришь, что ты 10-12 дней уже живешь в Приднестровье. Расскажи, как открылся Тирасполь для тебя? Что уже успела посмотреть? Пока ничего толком не увидела. До вечера жду мужа. Он приезжает поздно и уставший уже, поэтому у нас есть возможность выехать только в магазин за продуктами. Ну что, Эбби, вот он, зеленый рынок. Как твое первое впечатление? Ой, он очень большой, мне нравится. Эбби, я знаю, что в Сенегале очень много классных рынков. И многие туристы приезжают специально в эту страну, чтобы посмотреть рынок у вас как достопримечательность. Да, это правда. В Сенегале на рынках много товаров ручной работы. Туристы приезжают за этими сувенирами. Я предлагаю сегодня схитрить, несмотря на то, что я взяла и банковскую карту, и деньги. Мы сегодня не потратим ни в копейки. Мне почему-то так кажется, потому что, Эбби, у нас супер доброжелательный народ, продавцы, которые разрешают пробовать все и в достаточно больших количествах. Тогда скорее идем. Сенегал, откуда родом наша героиня, это страна в Западной Африке. Поэтому там привычных нам фруктов, тех же яблок, слив нет. Поэтому первое, на что обратила внимание Эбби на рынке, это были персики. Говорит, пробовала лишь однажды, когда была проездом в Марокко. Смотри, груши, сливы, персики, яблоки, есть все вообще. Какой у тебя самый любимый фрукт? Что будем пробовать? Персики. Груша очень сладкая и вкусная. Вот, я вам говорила, что мы сегодня не потратим ни копейки, потому что у нас потрясающие продавцы. Вот оно. Класс. У себя на родине к взрослым я обращаюсь тетя или мама, поэтому спасибо, мама. У меня такое ощущение, что я не уезжала из своей страны. В Сенегале точно такие же гостеприимные люди. Вот еще кое-что, что заинтересовало нашу гостью. Это финик. Пишут, сладкий, домашний. Продавец убежал, никого нет, но разрешил за кадром нам попробовать. Поэтому, Эбби, самый красивый. Нет, не этот. Вот этот. Держи. Оценивай. Внешне похоже на финики, но это не они. Наши слаще. За то, что она красивая женщина, я решила ее уносить. За то, что красивая женщина. Только они меня не снимают. Так, мы вас не снимаем. Мистер Инкогнито, очередной продавец, который угостил тебя орешками. Никогда не пробовала грецкий орех. Немного похож на арахис. Мне вкусно. Все, клади в свое лукошко. У нас все больше и больше и больше угощений. Красотка? Ху-ху-ху. Сапускай. Я согласна с тобой, Эбби. Яблоки за что? Терновские? Слободе. Слободе. Бомба. Я, когда готовилась к этой съемке, Эбби прочитала, что в Сенегале женщины пакеты с продуктами носят сами. У них нет такого, как у нас, что мужчины должны обязаны просто нести кульки с овощами, с фруктами. Это действительно так или это неправда? Ой, это миф. Нам помогают мужчины всегда. Это неправда, что сенегальские женщины сильные и независимые. То есть обманули нас. Обманул интернет, обманул гугл. Уже ароматы просто потрясающая. Квашеная капусточка, маринованные соленые огурчики. Соленье. Пробовала или тоже удивимы тебя сегодня эти? Впервые это вижу. Хочу попробовать вот те яблоки. Угощайся. Да, вкусно? Если Эбби делает «мммм», значит это очень вкусно. Я в восхищении. То есть моченые яблоки лайк. Хочешь попробовать? Да, можно? Эбби вошла во вкус. Мне кажется, мы определились с любимым прилавком на зеленом рынке. Здесь все очевидно. Это наш молочный корпус. Здесь можно найти молоко, брынзу, творог, все что угодно. Эбби, смотри, уже тянутся с кусочком творога. Эбби никогда в жизни не пробовала творог. То, что я вижу на прилавках, я никогда нигде не видела. Творог мне нравится. Он мне напоминает вкус простокваши, как делают у нас. Брынза, коровья? Так. Я чувствую разницу. Это более соленое. А если еще помидорчик в прикусочку? Друзья мои. Не отпускаем мы нашу Эбби никуда. Наша кухня и продукты ей нравятся. Сметана. Сметана. Класс. Класс. В Сенегале официальный язык французский. Говорит Эбби на нем. Английского не знает. Так вот представьте, насколько ей тяжело пообщаться. Эбби может только лишь с мужем, с переводчицей и с родными, когда звонит им на родину. Я говорила и нашим зрителям и Эбби тебе, что мы сегодня не потратим ни копейки. 200 рублей, карта, все при мне. Эбби из продуктов, которые, да, из ингредиентов мы этих вряд ли сварганим. Какой-то вкусный обед. Да, из этого набора точно не приготовим. А вообще на обед себе и мужу я готовлю сенегальские национальные блюда. Одно из любимых называется чеп. Это блюдо на основе риса, со специями, с добавлением рыбы или куриного мяса. Флоуф. 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 Да, да. Эбби ты наверняка увидела, что на рынке было очень много винограда. Сейчас как раз-таки сезон сбора винограда. Из него делают сок, вино. Знаменитое молдавское. Я предлагаю сегодня, точнее сейчас уже поехать в Стерновку. Там как раз-таки сбор винограда в самом разгаре. Цвет кожи Эбби, допустим, если сравнить с моим, сильно отличается. И в наших магазинах с косметикой все светлые тона. И тонального крема, и пудры. Эбби, скажи, мне кажется, это трагедия для девушки. Что делать, если ты не найдешь свой подходящий оттенок? Я вижу, ты как раз сейчас пудришься, прихорашиваешься. Я не думаю, что для меня это будет проблемой. Я часто бываю без макияжа, не люблю его. Да, я привезла с собой пудру, но думаю, что не закончу ее до конца сезона. А после сезона мы уедем на каникулы домой. Может быть, здесь ты уже за эти 10-12 дней столкнулась с какими-то трудностями. А может быть, да, языковой барьер. Здесь не говорят на французском или что-то еще. Тяжело только с продуктами. Не могу найти фарш из тунца. У вас только консервы. Ваш хлеб немного непривычен. В нем много мякиша. Мы привыкли к более хрустящему. А еще так, как мы мусульмане, не нашли пока мясо халяль. За ним поедем в Кишинев. Прежде чем мы приступим к сбору винограда, нам нужно приодеться. Приодеться, конечно. Принять мой облик. Мой облик. Эбби. Анжелика. Сидон, пожалуйста. Чтобы не было солнечного удара, надо завязать косынку. Ой, какая ты красивая. Мы, наверное, будем на тебя смотреть и собирать сами. Гоу. Летс гоу. Опа. Плес. Пуни галяташа. Ой. Глядя на то, как Эбби трудится, складывается ощущение, что работа в огороде для нее привычная. И ее, так же, как и нас с вами, на лето отправляли к бабуле прошивать, сопать и копать. Но, на самом деле, у Эбби никакого огорода нет, а у дома лишь одна небольшая клумба. У меня нет таких галошек, как у Эбби. Здравствуйте, девочки. Еле добралась до вас тут. Здравствуйте. А вы видели там у вас новый работник вообще? Посмотрите, как на ней эта косынка смотрится, а? Глаз радуется. Да, очень. Перестаньте собирать тут виноград. Ну, посмотрите, отдохните. Ну, красота, очень даже. Красиво. Все понравилось, девушки? Да. Мы рады. Это еще не все. Ей еще такое предстоит. Посмотрите, пять минут всего прошло. Уже полное ведро, мне кажется. У этих дам есть неплохой конкурент. Ты понимаешь, что ты сейчас, даже вот если тебе станет скучно, если у тебя появится свободное время, да, от готовки, от стирки, от встреч своего мужа, ты можешь прийти сюда и быть полноценным работником, потому что, пожалуйста, полное ведро, тебе все нравится, ты красотка в этом наряде. Мне кажется, тебя вообще в садах будут ждать с удовольствием. Спасибо большое за приглашение. Это замечательно. Я открыла только сегодня для себя эту работу. Расскажу об этом друзьям в Сенегале. В этой программе мы говорим о профессии жена-футболиста, пускай вот такая, необычная. Кроме этого, ты чем-то любишь увлекаться, может быть, на родине, где-то работала, подрабатывала. Что тебе близко, что тебе интересно? Я хотела учиться во Франции, но из-за мужа приехала сюда. В Сенегале я не работала. Занималась спортом, тэквондо. Тэквондо – это мне нужно лучше вот так вот от себя. Подальше. Зачем тебе оно надо? За мужем везде, да? В Приднестровье, Сенегало, вот так вот собрать вещи, жить в чужой стране, общаться, да, не на своем языке. Насколько это тяжело, Эбби? Когда есть любовь, ничего не страшно. Я люблю своего мужа, поэтому поехала за ним. Это не мешает моим проектам и планам. Я хочу обучиться макияжу и стать гримером. А еще открыть на родине студию красоты не для женщин, а для мужчин. Вау! Я тебе желаю, чтобы у тебя все осуществилось. Если вот ты так же будешь, как ты собирала здесь виноград, идеально вообще за пять минут, еще раз, целое ведро, то у тебя все получится, потому что ты суперработящий, трудолюбивый человек. Через три месяца Эбби исполнится 23 года. Со своим будущим мужем, футболистом еды, она познакомилась еще в юности. Говорит, жили в одном квартале, вместе гуляли, играли, так и влюбились. А потом поняли, что друг без друга они жить не могут, поэтому решили пожениться. Каждая жена футболиста просто обязана уметь готовить. Не такое, как мы будем готовить сегодня жирненькое, такое молдавское национальное, но все же, раз у нас программа необычная, то и блюда у нас тоже будут не футбольные, такие жирненькие, калорийные. Наталье, передаю Эбби ваши добрые, заботливые ручки, учите. Будем. Сегодня в Касса Караман сбор винограда, и мы должны накормить работников. Кормить чем? Обязательно терморскими блюдами, пирожками, поэтому мы сегодня их делаем. Вот это тесто у нас, тесто, присыпаем мукой, и вы мне будете помогать. Я этого никогда не делала, только пару раз готовила блинчики. Ну так научим, у нее все это получится. Конечно, тесто необычное, это же все-таки дрожжевое тесто, поэтому оно убегает из-под рук. Но все равно молодец, получается, получается. Когда будет в моем возрасте, это тоже так будет получаться. Я люблю вообще всю выпечку. Пирожки у нас называются пастель. Их готовят с любыми начинками, даже с рыбой. Картошку любят и у нас в Сенегале. Как и вы, мы ее и печем, и варим, и жарим. У нас тоже разные начинки, и с мясом, и с луком, и с творогом. А сегодня у нас будет картошка. Поэтому мы вот распределили, и сейчас будем лепить. Смотрите, как я это делаю. Пирожки готовы, печка готова. Вы помогли, все сделали. Поэтому немножко подождем, и я вас приглашаю их попробовать вместе с нашими работниками. Я хочу так стоять и смотреть, смотреть. Вы тоже очень красивы. Пожалуй, только в кино так бывает, что вот, в 40 минут пролетели незаметно, скатерть-самобранка и стол накрыт. Пирожки. Анжела Петровна. Обещанные пирожки. Эбби, ты впервые приготовила пирожки. Посмотри, какие они симпатичные. Я думаю, очень понравятся всем. Красота. Мне уже хочется делать вот так. Я буду самым наглым гостем, пожалуйста. Если честно, я не знаю блюд, которые лежат на столе, но выглядит все очень аппетитно. Декор, который меня окружает, тоже. Это сильно отличается от нашей культуры. Эбби, у нас после того или перед тем, как мы покушаем, да, у нас есть иногда застольные песни. Нам так вкусно и так хорошо, что мы начинаем петь. У вас такое принято? Песен мы не поем, но тоже так дружно собираемся. У нас нет отдельных тарелок. Обедаем с общих больших. После того, как поели, долго разговариваем и шутим. Я предлагаю показать, как мы умеем петь. Вот со мной чуть ли не хор здесь, да, по левую сторону. Не зря сидят эти красотки-женщины. Какую мы поем? Георги? Георги, Георги. Георги это самое популярное имя. Главное, чтобы без перевода было понятно, про что она. Да, про это парня. Про парня. Дай третий человек, Георги. Сорубь и неманты, Георги. Эбби, ты поняла, про что песня вообще? Я лично нет, я просто молдавский, не знаю. Поэтому я здесь себя ощущаю ровно так же, как Эбби. Я тоже ничего не поняла, но пели красиво. Эбби, вот здесь все твои труды. Ведро винограда не прошло зря вообще. Вот оно, вот здесь. В каждом выпуске программы «Подработка» я буду пробовать себя в той или иной профессии. Но сегодня, опять же, исключение всех правил. Ну как стать женой футболиста? Для начала влюбиться, как сделала Эбби. Выйти замуж и постоянно быть с ним. И на играх, и поддерживать дома. Поэтому сегодня я явно остаюсь без подработки. Смотрите нас.